Линию за линией фрезеровальная машина снимает старый слой асфальтового покрытия на улице Зои Космодемьянской. Ее на всем протяжении приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отмечает подрядчик, из-за небольшой длины, менее километра и отсутствия сложного рельефа, полностью фрезерование можно было выполнить за две смены. Но ситуацию осложняют припаркованные автомобили, несмотря на предупреждения о начале работ на уличных опорах и в чатах домов, расположенных на улице Космодемьянской. Также отлажено взаимодействие с районной администрацией, старшими по домам. Однако есть автомобилисты, которые проигнорировали просьбы освободить дорогу. Поэтому рабочим приходится демонстрировать чуткое чувство габаритов техники и возвращаться к некоторым участкам несколько раз. Но есть и сознательные водители. Девушка хотела припарковаться, но, увидев технику, на всякий случай уточнила, можно ли оставить автомобиль. Получив отрицательный ответ, поспешила перепарковаться. В целом, автовладелица рада, что на улице начались ремонтные работы. «Было несколько кочек сильных ям, в которые ты прям залетал, и у тебя колесо могло лопнуть сразу. То есть это необходимо. Очень ждем, когда будет завершена работа». Всего на объекте трудятся 15 человек и 8 единиц техники. После фрезерования здесь поднимут люки смотровых колодцев на проектную высоту и заменят их на антивандальные и антишумовые, обновят решетки ливневой канализации и бортовой камень. После всех подготовительных работ уложат верхний слой асфальта с повышенной стойкостью к нагрузкам и перепадам температур. Для ремонта эту улицу, как и несколько других, выбрали не только с учетом состояния полотна автодороги и других элементов уличнодорожной сети. Название ряда самарских улиц топонимически связано с историей Великой Отечественной войны и именами Героев Советского Союза. Начать обновление таких дорожных объектов решено уже в этом году. Работы организованы в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ремонт значимых объектов дорожной инфраструктуры стал возможным благодаря выделению дополнительного финансирования для реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ по муниципальному контракту, заключенному в июне 2024 года, подрядчик должен завершить обновление улицы Зои Космодемьянской и других дорог до конца этого лета. У нас запланирована не одна, это у нас запланирована улица Матров, улица Красильникова, улица Гастелло, ну и другие улицы, которые связаны так и иначе с Великой Отечественной войны. Все работы контролируют специалисты Департамента городского хозяйства, а также подведомственного учреждения МБУ Дорожное хозяйство. Они проверяют качество всех материалов, а также соблюдение технических условий на каждом этапе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Валерий Майоров. События. Продолжение следует...